Шесть человек погибли при пожарах в частном секторе с начала отопительного сезона. Чаще всего возгорания регистрируются в Караганде, Тимиртау и Балхаше. На совещании в Акимате области разбирали вопросы безопасности использования газобаллонного оборудования и печного отопления. Подробности в репортаже. В Караганде порядка 26 тысяч домов частного сектора. Из них около 20 тысяч отапливаются с помощью печек. Согласно статистике спасателей, в шахтерской столице с начала отопительного сезона произошло 10 пожаров. Шесть в Сакаровском районе и по пять в Тимиртау и Балхаше. Проблемные в пожарном отношении наиболее вызываемые являются дома барашенного типа и дома двух до пяти этажей, в том числе использующие печное отопление. По каждому городу и району нами определены потенциально опасные населенные пункты, улицы, дома, поселки. И там наиболее чаще проводится профилактическая работа. Особое внимание спасатели уделяют домам, где проживают представители социально уязвимых слоев населения. На учет взято 5 811 строений. Из них 729 домов дополнительно поставили на учет в этом году. С начала отопительного сезона произошло 138 пожаров в жилом секторе. Большая часть из них в городах Караганда, Тимиртау и Балхаш. В период отопительного сезона на постоянной основе проводить разъяснительную работу, предотвращение пожаров, травмирование и гибель людей. То, что мы по планам, по датчикам, мы должны до конца года это все выполнить. С начала отопительного сезона в частных домах спасатели установили 249 датчиков угарного газа. Всего же с 2018 года таких приспособлений в жилых домах установили 2826. Эта работа полностью проведена в Саране, Приозерске, Актагайском, Бухажираусском, Нуринском и Абайском районах. Как показывает анализ пожаров, наибольшее количество происходит в частном жилом секторе. Из 38 пожаров, 31 зарегистрировано в частном жилом секторе в 7 многоэтажных домах. Однако, несмотря на уменьшение количества пожаров и травмирование людей, при пожарах в частном секторе погибли 6 человек. Что в сравнении с прошлым годом больше в 6 раз. В прошлом году погибших не было. Для повышения осведомленности о правилах безопасности сотрудники ДЧС проводят массовую разъяснительную работу. Уже обошли более 78 тысяч домохозяйств. Организовали также и порядка 300 сходов с населением, в которых приняли участие более 35 тысяч человек.